Ребята, я во Франции! Очень интересно, что умеет делать телевизор за эти деньги! Всем привет, друзья! Меня зовут Саша, и сегодня я начну выпуск с ваших комментариев. Несколько недель назад мы вам показали дом за 8,5 миллионов долларов. Тот самый, где был диван из шиншиллы, стена из полудрагоценных камней. Этот дом вызвал у вас больше всего эмоций. Кому-то особняк понравился, кто-то ругал его владельцев за безвкусицу. Но сегодня, чтобы порадовать вас, мы нашли вам дом примерно такой же ценовой категории, но старшим брате Трувиля в коттеджном поселке Давид. Мне уже не терпится его посмотреть, надеюсь, вам тоже. Погнали! Ребята, я во Франции! Ну, почти. Я в коттеджном поселке Давид. Коттеджный поселок с французским шиком. Здесь нет ни одного одинакового дома. Здесь всего 95 коттеджей, 26 таунхаусов и 28 квартир. Общая площадь поселка 64 гектара. 16 из них занимает природное озеро. Здесь есть свой спа-клуб, фитнес-центр, огромное количество различных ресторанчиков, ну и прочих развлечений. А еще у коттеджного поселка есть своя футбольная команда, в которую играют его жители. Представляете? Смотрите, тут даже животные чувствуют себя комфортно. Она домашняя, но она гуляет сама по себе. Ее выпустили, и она пришла с нами знакомиться. Урчит! Ну и напоследок фоточка из Франции. Дом, который мы посмотрим сегодня, стоит на участке площадью 31 сотка. Сам дом площадью 600 квадратных метров. В нем 4 спальни и 4 санузла. А еще 2 кабинета, мужской и женский. Прежде чем мы с вами зайдем внутрь, я предлагаю обойти дом по кругу и посмотреть, что еще интересного есть на участке. На участке выполнены все необходимые ландшафтные работы. Сейчас, конечно, не сезон, и поэтому сложно оценить этот сад ранней весной. Но здесь просто потрясающий газон. Высажены декоративные кустарники, цветы. Ну, а по периметру участка растут хвойники, вековые сосны и ели. Раньше на этом участке рос лес, и поэтому сюда даже белки приходят подкормиться. Мы только что видели одну. Я иду по самой дальней части участка. Слева от меня летняя беседка. Впереди отдельно стоящий гостевой дом. Там же расположены квартиры для персонала. И рядом с ним парковочное место под тентом. С фасадной стороны гостевого дома есть заезд в гараж. С обратной стороны дома просторная летняя терраса. Отсюда я предлагаю вам полюбоваться фасадом здания. Сам дом монолитный, но снаружи он наделан кликерным кирпичом. Над окнами мы видим израсти ручной работы. Также колонны и решетки. Тоже ручная работа. Я вернулась к главному входу, и отсюда предлагаю вам оценить архитектуру. Вы обратили внимание, что у этого дома есть башенка со шпилем и три балкона? Сейчас по этой массивной гранитной лестнице я поднимусь наверх и пойду в дом. Давно пора. А теперь давайте попробуем подобрать мне образ, который подойдет к этому дому. Ну что, так намного лучше. Друзья, сегодня мы с вами смотрим дом человека с невероятным художественным вкусом. Поэтому в доме будет много интересных предметов искусства и антикварной мебели. Ну и давайте честно, вы же уже обратили внимание вот на это кресло-руку. Впервые эту форму придумал художник Педро Фридберг в 1960 году. И кресло стало настоящим хитом. Я уверена, что если вы периодически листаете журналы по дизайну интерьера, такое кресло вы видели. Оригинал стоит, ну, где-то в районе 30 тысяч евро. И в музеях они сейчас хранятся. Купить его можно только через аукцион Сотбис. Ну, оригинал это кресло или нет, мне выяснить не удалось. Поэтому я просто посижу на нем. Кстати, сидеть на этом кресле довольно удобно. Оно пластиковое, но очень комфортное. Хорошо поддерживает спину и удачно стоит в этом доме. Потому что если вы пришли с улицы, то, например, на пальце вы можете повесить свою одежду, пока развиваетесь. Делаю пару шагов и попадаю в холл. Пол здесь выложен травертином. Его еще называют разновидностью мрамора. Но травертин от мрамора отличить довольно легко, потому что травертин, он такой слегка пористый и фактурный. Кстати, самое известное историческое здание, при строительстве которого был использован травертин, это колесей. Ну и слева и справа от меня две колонны. Они несущие, но обратите внимание, как удачно они вписались в интерьер. За спиной у меня панорамное остекление. Его еще называют французским. Мода на вот такое остекление пришла из Прованса. Ну и логично. Французские окна, французский особняк. Справа от меня гостевой санузел. Давайте его посмотрим. Заходим внутрь и в глаза сразу бросается роскошный интерьер. Вы только посмотрите на это зеркало. Рама с позолотой ручной работы. Столешница из травертина. Ну и в оформлении этого санузла использована итальянская сантехника премиум класса. Это марка Devon Devon родом из Флоренции. Бренд существует с 1980 года. Ну и хочется показать вам вот эту мыльницу. Она очень тяжелая. И посмотрите, какие идеальные гладкие линии. Открываем эту занавеску. Здесь у нас туалет. На стенах висят картины. Видимо, чтобы было не скучно. Ну и напротив небольшой антикварный столик. В прошлый раз, когда я показывала вам дом за 8 миллионов долларов, в комментариях у многих вызвали противоречивые эмоции рамочки для фотографий от Ральфа Лоурена. Ребята, здесь целый стол от бренда Ralph Lauren Home. Вот эта консоль, она сделана с эффектом старины, из дерева. Она очень функциональная. Внизу у нее есть дополнительные ящички. Но таких консолей здесь не одна, а целых две. Цену я вам назвать не смогу, потому что эта мебель эксклюзивная и цена только по запросу. Но над ними мы видим две картины современного художника Петра Бронфина. Это очень известный художник, который рисует в жанре супрематизма. Его еще называют современным Казимиром Малевичем. Эта картина называется «Зимний пейзаж и люди». И это буквально знаковая его работа. Она выставлялась в Москве, в Нью-Йорке. По большей части его полотна сейчас в частных коллекциях. То есть сегодня мы увидим часть частной коллекции. Справа от меня вход на кухню. Но пока туда мы не пойдем. Предлагаю сначала посмотреть гардеробную. Эта комната очень светлая. А все потому, что здесь есть окно, которое смотрит на главный вход. В гардеробной есть потайные двери. Открываем. Тут спрятаны электрощитки. Закрываем. Ну и здесь очень много места для верхней одежды. Если у вас есть дети, то вот эта нижняя штанга как раз для того, чтобы они могли самостоятельно раздеться и повесить свою одежду сюда. Ну и в этой гардеробной очень много места для различных вещей. А теперь мы покидаем холл. И я предлагаю вам посмотреть главное пространство на первом этаже – гостиную. На входе нас встречает прекрасная обнаженная женщина и дорогая консоль от бренда Хендертон. Это американский бренд родом из Северной Каролины, был основан в 1945 году. Как правило, мебель этой фирмы выбирают профессиональные дизайнеры для оформления вот таких роскошных интерьеров. И некоторые винтажные экземпляры этой мебели могут стоить просто баснословных денег. О, еще одна картина от Петра Бронфина. Не поверите. Но сегодня она напоминает мне мой образ. Идем дальше. В центральную часть гостиной. Здесь у нас роскошный клетчатый диван от американского бренда Montauk. Вообще, дизайнеры используют клетку, когда хотят подчеркнуть историчность интерьера и придать ему презентабельности. Мы-то с вами привыкли, что в интерьерах в стиле минимализма мебель однотонная, а здесь вот такой пестрый диван. Перемещаемся сюда. И здесь мы видим диван от бренда Ralph Lauren Home. На нем очень удобно сидеть. Слева и справа от меня два маленьких столика, тоже от бренда Ralph Lauren. А передо мной вот эти два журнальных столика разного уровня. Их столешницы сделаны из антикварного дерева. Что это значит? Помните, мы с вами обозревали шале. Это был мой первый обзор на этом канале. И там было очень много мебели, где использовалась как раз такая древесина. Вообще, в старых домах и специальные компании ее ищут, отбирают с интересной фактурой, чтобы создавать вот такие интересные предметы интерьера. Эти два синих кресла от американского дизайнера Джон Саладина. Камин, который сделан на заказ из песчаника и натурального мрамора. Экран для камина приехал сюда из Испании. И он винтажный, как и вот это зеркало над камином. Ему не один десяток лет, только посмотрите на его поверхность. Этот встроенный стеллаж, на нем, конечно же, огромное количество различных декоративных элементов, статуэток, фигурок. Ну, а в центре телевизор премиум бренда Loewe. Как вы думаете, сколько может стоить такой телевизор? Ребятушки, 500 тысяч рублей, 500! Мне очень интересно, что умеет делать телевизор за эти деньги. В противоположной части комнаты столовая. Давайте пройдем туда. Зона столовой отделена от зоны гостиной вот такой большой прямоугольной аркой. Ну и сразу мы видим стол деревянный под старину фирмы Гранж. Только посмотрите, какой он большой. Здесь поместится не только вся ваша семья, но и все ваши гости. А вот эти мягкие кресла фирмы А. Рубин. Вообще, этот бренд основал российский иммигрант. И уже три поколения его семья делает мебель класса люкс. И, кстати, с возрастом такая мебель только дорожает. Например, ее можно купить на аукционе Сотбис. Над столом мы видим две люстры фирмы Охар. И данная люстра называется очень интересно. Arctic Pier, то есть арктическая груша. Ну, такое название она получила за форму своих стеклянных подвесок. Они действительно напоминают грушу. Перемещаемся к выходу на террасу. Сейчас видно, что отсюда мы можем выйти на улицу и попасть на террасу. А справа от меня проход на кухню. А сейчас у нас есть возможность узнать об этом доме побольше благодаря Михаилу Долгову, руководителю загородного отдела «Калинка Групп». Михаил, здравствуй. Добрый день. Расскажи нам, пожалуйста, почему такая цена – 8 миллионов долларов? Как она формируется? Ну, начнем с самого места, с самого поселка. Этот поселок, он клубный, закрытый, всем известный и очень ценящийся. То есть на первичном рынке здесь абсолютно уже не осталось практически предложений. Цена здесь всегда была соответствующая уровню этого поселка. То есть цена, которая заявлена за этот дом, она абсолютно в рынке. То есть если посмотрим другие предложения, которых здесь немного, то они будут аналогичными в этом поселке. Дальше переходим к самому дому. Сам дом – это основной дом, плюс еще гостевой у нас есть дом на территории. Это достаточно большой участок. И, соответственно, то, что мы видим внутри дома, да, это прекрасная образец американской классики. Здесь все предметы интерьера, искусство, которое подобрано, то есть здесь нет ничего случайного. Соответственно, цена за этот дом, мне кажется, она абсолютно отвечает тому, что мы с вами видим. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит содержать такой дом? То есть здесь есть у нас и персонал, который поддерживает его в прекрасном состоянии, ну и, собственно, сами поселковые платежи. Поселковые платежи в этом поселке, учитывая всю инфраструктуру, которую мы уже с вами знаем, есть в этом поселке, составляют 50 800 рублей. Она одинаковая для всех домовладений здесь, в этом поселке, не зависит от площади участка. Что касается расходов по дому, то есть это прямые договора, да, по купональным слугам, ну это где-то порядка, как мы уже привыкли, ну 30 тысяч рублей по прямым договорам в среднем месяц. Спасибо тебе огромное. Встроенная кухонная мебель была сделана на заказ в Германии. Сверху мы видим столешницу из натурального камня. Это гранит, и у меня была возможность оценить его практичность. Я включила воду, пара капель попала на столешницу, и разводов не осталось. То есть, несмотря на то, что столешница черная, она очень и очень немаркая, практичная. В угол смещаемся, и здесь у нас висит картина нашего уже любимого художника Петра Бронфина. Угадайте, как называется этот шедевр. Свои варианты вы можете писать в комментариях. А я вам по секрету скажу. Это стакан воды, то есть донышко, и вот тут у нас как раз отражение. Слева от меня кухонный остров, он тоже покрыт гранитом. Столешница из гранита, и у нас есть возможность оценить ее толщину. То есть, кусок очень и очень толстый, такой плотный. Справа от меня варочная панель от фирмы Гагенау. Ее история началась в 1638 году. Сначала в маленьком городке Гагенау производили обработку металлических деталей. Компания росла, развивалась и теперь делает очень дорогую технику премиум-класса. Такая вот варочная панель может стоить больше 500 тысяч рублей. А все потому, что техника произведена вручную и проходит огромное количество проверок тоже вручную. Сейчас мы переместимся к холодильнику от фирмы Лепхер. Открываем дверь. Пожалуйста, здесь у нас холодильник, духовой шкаф от фирмы Гагенау и морозильная камера. Над кухонным островом мы видим два светильника от бренда Summer Hill. Вы же понимаете, что такой большой и красивый дом требует профессиональной заботы. И поэтому сейчас мы пойдем посмотрим блог для персонала. Это очень важная комната. Она нужна для поддержания чистоты во всем доме. Здесь у нас стиральная машина и сушка фирмы АСКО. Специальный кран, который можно, например, вот так вот снять, если вам нужно набрать воды в какой-то таз. Креть мы его обратно. Шкафы для белья. И отсюда можно выйти в коридор, который ведет к отдельному входу для персонала. Из прачечной по этому небольшому коридору с дополнительными шкафами для хранения я попадаю в холл. Это холл. И сюда ведет отдельный вход для персонала. Вот он. А тут у меня за спиной кухня, которой используются помощники по хозяйству. Я выхожу из постирочной и через небольшой коридорчик захожу в соседнюю дверь. Это игровая. Сейчас она пустует. За спиной у меня стеллаж. Но здесь просто напрашивается какая-то мягкая мебель. Ну и, конечно, игрушки для ребенка. Весь первый этаж мы с вами посмотрели и пора двигаться дальше. Нас ждет еще два этажа. Поэтому по этой лестнице мы поднимаемся наверх. Мы с вами в холле на втором этаже. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Из холла ведет три двери. Вот там справа детская. С той стороны мастер-спальня. И прямо передо мной гостевая. За спиной у меня выход на балкон. Как оформлено это пространство? На полу у нас доска из дуба. Она окрашена в черный цвет. На стенах картины. Здесь мы видим деревянную консоль. И на потолке дизайнерская люстра. Начать обзор этого этажа я вам предлагаю с детской. Туда я и направляюсь. Сразу напротив входа два больших шкафа для одежды. Комната эта предположительно для мальчика. Здесь окна выходят на три стороны. И справа от меня выход на свой отдельный балкон. Несмотря на то, что это детская комната, она также оформлена в стиле американская классика. Здесь есть предметы искусства на стенах. Ну и различные интересные дизайнерские штучки. И винтажный шкаф. Здесь мы видим стеллаж с телевизором от бренда Loewe. Ну и это вход в собственную ванную комнату. Мы покидаем детскую и через холл идем в мастер-блог. Он начинается вот таким коридором. Слева от меня, за этой шторой, встроенный стеллаж. Справа гардеробная комната. Слева ванная. Если я пойду сейчас прямо, то попаду в спальню. Но давайте начнем с гардеробной. Сама система сделана итальянской компанией Poliform. Посмотрите, какие удобные ящички. Они покрыты текстилем. И у них есть вот такие кожаные ручки. Здесь специальные витрины для хранения вещей. Сверху они покрыты кожей. Зеркала на стенах. Вот это красивое зеркало. Итальянское. Здесь много места, много ящичков для всех ваших вещей. Посмотрите, какая здесь роскошная ванная комната. Она обставлена мягкой мебелью. На стенах картины. Ну и давайте рассмотрим здесь справа от меня душевая кабина. Слева туалет и биде. Если я пройду чуть вперед, то у этой стены мы увидим кожаный диван от бренда Охар с махеровыми подушками. Напротив консоль. У нее столешница из натурального камня. Сантехника Виллерой и Бош. И здесь две раковины, чтобы ванной было удобно пользоваться каждому из супругов. Ну и, конечно же, рядом с окном большая комфортная ванная, чтобы принимать ее и любоваться видом. Наконец, мы с вами в мастер-спальне. Посмотрите, как здесь уютно. Такой эффект добивается за счет подсветки, потому что хозяева этого дома уделили огромное внимание свету в помещении. Как и в большинстве жилых комнат, здесь есть специальный диммер, с помощью которого можно регулировать яркость света в комнате. Увеличивать или уменьшать. На стенах в этой комнате кажется, что они такие же белые, как и в коридоре и в других комнатах, но здесь они покрыты тканью. Текстильные обои невероятно приятные на ощупь, очень похожи на шелк. Перед нами мы видим большую дизайнерскую кровать. Она приехала из Нью-Йорка. На ней кашемировый плед. В ногах стоит кожаная банкетка. И эта люстра над ней. Банкетка и люстра от бренда Охар. Напротив кровати зона отдыха. Два мягких кресла от бренда Ральф Лоурен. И также в этой комнате мы видим деревянные столики от бренда Ральф Лоурен. Ну а я пока передохну и посижу на этом невероятно приятном кресле. А сейчас я предлагаю вам подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы вы точно не пропустили все выпуски «Я дома». Ну и, ребята, нам нужна ваша поддержка. Сегодня по этому дому мы с оператором находили 14 тысяч шагов. Сожгли все лишние калории. Это было, кстати, не так, кто уж и просто. Я уже вот запинаюсь. Поэтому, если лайк поставили, смотрим третью спальную в этом доме. Это гостевая комната сейчас. Но, как вариант, здесь может быть и детская. У этой комнаты есть свой выход на отдельный балкон. Здесь предусмотрена рабочая зона. Стоит кровать. Есть зона отдыха и своя собственная ванная. Судя по всему, здесь живут люди, которые не боятся высоты и любят ходить по лестницам. Мы с вами поднялись на третий мансардный этаж. Здесь четыре комнаты и по часовой стрелке женский кабинет, кинотеатр, еще одна гостевая спальня, мужской кабинет. Ну и тут посередине игровая зона с настольным футболом. Я предлагаю вам начать с мужского кабинета. Туда мы и отправимся. Только посмотрите, как стильно оформлена рабочая зона. Справа от меня письменный стол Ральф Лоурен. Над ним мы видим винтажную лампу из Нью-Йорка. Честно говоря, на меня она наводит некоторый ужас, потому что напоминает мне лампу в стоматологическом кабинете или у хирурга. Слева журнальный столик от бренда Baker. За ним мягкая мебель от фирмы J. Saladino. Между креслом и диваном стоит винный шкаф. Очень нужная вещь в мужском кабинете. Наверху на потолке люстра от бренда, который называется Mui. Вот этот вот Mui в виде паука. На самом деле люстра, которая сделана из нескольких настольных ламп. Это очень удобно. Вот все эти ветки, ножки можно гнуть, и свет будет направлен в самые отдаленные части кабинета. На этой стене мы видим встроенный стеллаж. И чтобы добраться до самых высоких полок, здесь предусмотрена специальная лестница. Рядом с мужским кабинетом еще один санузел. А вот эта дверь ведет в дополнительную гостевую комнату. У нее есть свой выход на балкон и своя отдельная ванная комната. Не каждый дом может похвастаться собственным кинозалом. Только посмотрите, какой большой экран. Это единственная комната в доме, которая оформлена в голубых тонах. Это мягкая зона, два дивана от бренда Ralph Lauren. Сидеть на таком диване одно сплошное удовольствие. Сверху диван покрыт текстилем с шевронным рисунком. А теперь давайте посмотрим на эти стены. Здесь портреты голливудских знаменитостей. Это Грета Гарбо. У меня со спиной Марлон Брандо. Там сверху Роберт Редфорд. На меня смотрит Одри Хёберн. Нам осталось посмотреть последний кабинет на этом этаже. Помните, я вам с улицы показывала башенку? Так вот, он находится под самой крышей этой башенки. И у этой башни четыре окна. Их можно открыть. И это рабочий стол в кабинете. Он большой. И мы думаем, что принадлежит очень творческому человеку. Потому что, во-первых, видите, на него направлена отдельная лампа. Ну, а еще здесь есть мольберт. И самое интересное. За этой шторой спрятан душ и раковина. То есть, скорее всего, человек здесь рисовал. Возможно, лепил из глины. Делал какие-то инсталляции. И если запачкался, сюда можно пойти, помыть руки, привести себя в порядок. Помыть кисточки, в конце концов. Это очень удобно для тех, кто рисует. Люди меня поймут. Ну, а еще здесь мы видим письменный стол от фирмы Бейкер. Стеллаж для книг. Ну, и дополнительный диван вот в том углу. Друзья, наш обзор подходит к концу. И самое время подвести итоги. Дом мне понравился очень. Были бы лишние 8 миллионов долларов, купила бы, не задумываясь. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях. Мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!